Каждый восьмой подросток в регионе, идущий на преступления, совершает его в состоянии опьянения. Будь то алкогольное, токсическое, психотропное или наркотическое. Наибольшее количество преступлений, 28% которых тяжкие и особо тяжкие, совершаются в Шуе, Кине, Шметейково. Что делать с этой печальной статистикой, решали в областном правительстве на заседании комиссии по делам несовершеннолетних. По-прежнему вызывает беспокойство тот факт, что по показателю криминальной активности подростков по совершению преступлений, к примеру, в состоянии алкогольного опьянения, наша область находится на 13-м месте из 18 возможных по Центральному федеральному округу. И на 17-м месте по преступлениям в состоянии наркотического опьянения, то есть мы предпоследние. Среди преступлений наиболее распространены кражи, угоны автотранспорта и грабежи. Самые криминальные районы в областном центре, если речь идет о подростках, Фрунзенский и Советский. В последний год стали очень популярны курительные смеси, отмечают сотрудники УМВД. По статистике их употребляют в основном ребята 16-17 лет. В основном студенты учреждений профобразования. 48% из них на момент задержания уже состояли на учете в полиции. Не может не беспокоить факт роста на 67% числа несовершеннолетних на момент совершения преступления, уже являющихся потребителями наркотиков. Наибольшее их число выявлено во Фрунзенском и Октябрьском районах областного центра, а также в Кенишемском районе. Согласно проводимому мониторингу, зарегистрировано 33 факта задержания 28 подростков по подозрению в хранении, употреблении и сбытии курительных смесей. На заседании комиссии было принято решение продолжать просветительскую работу в школах и учреждениях профобразования, рассказывать о вреде наркотиков, а может и пугать уголовным и административным наказаниями. Кроме того, собравшиеся решили разработать комплекс мер, позволяющих выявить и привлечь к ответственности взрослых, которые подстрекают подростков к употреблению и совершению преступлений. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.